27 сентября весь православный мир отметил День обретения Креста Господнего. В церковном календаре это один из 12 основных православных торжеств в годовом круге. Накануне вечером праздничное богослужение прошло в Георгиевском храме Городовидное, а на следующее утро в храме Иосифа Володского в Развилке. Литургию совершил и епископ Можайский Григорий. Вечером 26 сентября десятки верующих пришли в Георгиевский храм на праздничное богослужение, которое провел епископ Можайский Григорий. Этот праздник установлен церковью в воспоминании обретения Креста Господня в IV веке. Император Константин Великий, почувствуя благоговение ко Кресту Господню, решил отыскать честное древо Креста Господни и соорудить храм на Голгофе. Мать Константина, Елена, отправилась в Иерусалим для отыскания Креста Господня. Найдя крест, Елена и все бывшие с нею воздали поклонение и целование Кресту. Народ поклонялся Кресту, восклицая «Господи, помилуй!». Отсюда и получил свое начало и название «Праздник воздвижения честного и животворящего Креста». И сначала он праздновался на второй день после Пасхи. С 335 года, когда было освящение храма Вознесения, его перенесли на 14 сентября. Служба воздвижения Креста Господня дополнилась торжественным выносом в конце утренней, украшенного живыми цветами креста на середину храма и поклонения ему. Все молящиеся вслед за епископом Ажайским Григорием с благоговением приложились к Святому Кресту. На торжественном богослужении было много молодых семей, мам, детьми. Для родителей раннее выцерковление детей очень важно. По жизни какое-то спокойствие. У нас еще старшая девочка тоже сюда ходит. Не знаю, какое-то материнское такое спокойствие. Если ребенку сначала показать хорошего, то потом ему будет гораздо сложнее найти пользу. По окончании службы люди выходили из храма полные хороших эмоций, теплоты на душе. Прямо благодать на душе. Все хорошо, слава Богу, служба была хорошая. И вообще в нашем храме служба всегда отличная. У нас настоятель Михаил, его служба вообще великолепна. У нас очень диакон хороший, Венемин. Вот когда служба идет, вот раз в три даже сердце дрогнет. Уже тянет, понимаете? Я привыкла с самого открытия этого храма, еще когда он не был готов, мы сюда приходили, помогали, мыли, убирали. Я даже ходила в православную школу, сейчас просто по состоянию здоровья не хожу. Но в церковь все равно идем все время помолиться. Утром следующего дня праздничный звон колоколов зазывал верующих в храм Иосифа Володского, что в поселке Развилка. На утреннюю литургию собралось много местных жителей, и не только. Храм, который не так давно обрел второе рождение, полюбился многим. Очень ждала его открытия, потому что здесь живут дети, и была очень рада, что вот так близко, очень красивый, светлый. Есть все иконы, которые почитаем в нашем семье, они все здесь есть. Главный символ праздника – крест. Для каждого православного это дорогой предмет. Смысл ношения на себе креста раскрывается в словах апостола Павла. «Я сораспялся Христу». Крест – это везде. Перед собой крестимся, крестик носим, и он нас спасает. Я считаю, что действительно и верю, что он животворящий, и вот даже себя не могу снять. Вот говорят, там надо красиво одеться, надо… вот веревочка эта черная не очень смотрится, а я не могу его снять. Крест будет находиться на середине храма до отдания праздника, чтобы все желающие могли в любое время приложиться к нему. В день отдания праздника после литургии Святой Крест заносится обратно в алтарь и полагается на своем месте. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видно и так.